Итак, ребятки, всем привет! Сегодня мы будем вместе с вами обозревать вот эту невероятно крутую колоду игральных карт, которую мне прислал подписчик из России, за что ему огромнейшее спасибо. И это его не первая колода. Дело в том, что в 2017 году он мне прислал Russian Folk Art. Тоже крутая колода. Но сегодня мы с вами обозреем именно вот эту вот колоду с лисой. Итак, поехали. Эта колода была разработана парнем, который называется Riffle Shuffle. И, собственно, это у нас целое ответвление, которое имеет как бы карты, но с нарисованными различными животными. И это у нас версия с лисой. Собственно, колода безумно крутая. Я уже, естественно, ее распаковал, посмотрел, покрутил в руках. Просто бомба-пушка для коллекции самое то. Но если вы не знаете, где купить карты игральные, ну тогда знаете, что ссылка в описании, там мой магазин, переходите и покупайте. Итак, это у нас передняя часть коробочка. Это у нас задняя часть коробочка. Это мы видим эскиз, а этот эскиз уже разрисованный. С боковой части у нас есть лапка, как будто бы набежала и случайно сюда стала. И вот здесь надпись Fox, то бишь лиса на английском. Также еще эта колода была выпущена в 2019 году. И это у нас верхняя часть коробочка. И вторая пустая. Все, открываем и давайте-ка перейдем непосредственно уже к картам. А здесь, поверьте мне, есть на что посмотреть. И это у нас два Джокера. Как мы видим, это просто вот глаза лисы. С того эскиза, вот как будто бы взяли большую такую вот лису и просто повырезали глаза с нее. Очень красиво смотрится. Но опять же, Джокеры у нас, к сожалению, не симметричны. Поэтому какие-нибудь там эффекты, где вы будете их менять местами, увы, не получится. Далее. Это у нас Туз Пик. Вот так вот это все выглядит. Классно. Опять же, те эскизы, которые мы с вами видели непосредственно уже на самой лисе, только здесь у нас встроено все. И вот такие вот эскизы будут везде. Только здесь, например, пик у нас серебристого цвета. Очень красиво все выглядит. Прям супер проработано. Далее. Это у нас Валет Пик. Ну, понятное дело, здесь у нас не лиса. Дама Пик. Король Пик. Очень эффектно. Те карты, которые красные, у нас здесь такого лисьего-оранжевого цвета. Тоже красиво. Кстати говоря, если так с моим зрением сдалека посмотреть, кажется, что это пламя, огонь. Как будто бы продолжение колоды Игнайт. Вот так. Это, опять же, карты у нас с лицами. Дама Валет, король. И опять король, дама Валет. Как мы видим, ничего такие эскизики, хочу вам сказать. Да. Это у нас король, как бы дама и Валет. Валет такой молодой, дама, как всегда, прекрасна. А это у нас король, такой сильный дедушка. И, опять же, серого цвета, там, где должно быть черное. И вот мы с вами уже переходим к последним оранжевым картам. Да уж. И вот они уже, последние, последние карты идут. Также еще у нас в комплекте рекламка плюс даблбэк карта. И давайте-ка сейчас мы с вами посмотрим непосредственно на рубашку. Рубашка обалденная. Опять же, вот этот вот лис, который смотрит здесь прямо, здесь он смотрит вбок. Единственная, возможно, такая вот интересность будет, то, что, когда я смотрю на вот этого лиса, у меня возникает такое чувство, что это похоже на мемчик вот этот, знаете, когда чуваку что-то очевидное говорят, а он такой, да ладно. И тоже все-таки им удивленными глазами смотрит, пораженными от ответа. Это, конечно, красиво смотрится. Кстати говоря, очень-очень-очень колода смахивает на колоду Момента Мори. Тоже у нас есть белые части, белые части. И вот так вот зеркально с угла в угол расположены, как бы, какие-то эскизы. Например, здесь лиса, Момента Мори, это черепа. Ну и, собственно, что по качеству? Ну, посмотрите, качество просто обалденное. Вот такое вот качество, я считаю, одно из самых лучших вообще сочетаний именно покрытия и качества картона, потому что вот то, что вы получаете в руках, это прям, ну, не передавать словами и не описать. Вот просто посмотрите, идеально все раскрывается. Как бы я не хотел испортить веер, он просто раскрывается ровно, красиво, а один в один. Ну, очень красиво, очень просто, ну, вопросов нет. Я даже думаю, именно с этой колодой переснять обычный классический веер. По поводу карт, они мягкие. То есть, они мягкие, прям очень приятно так вот слистываются, как бы, легко довольно-таки сгибаются, прям классно. Это вам не твердый Джерис Наггет и даже не репринтый Джерис Наггет. Это, то есть, действительно классные карты. Ну и в итоге, что я вам хочу сказать. Колода на все 10 из 10. Объясняю почему. Красивый, проработанный, классный дизайн. Очень интересная рубашка. Очень классное качество. Ну, естественно, лимитированность для коллекции, то, что нужно. Ну и, собственно, на этом можно уже заканчивать данный обзор. Кстати говоря, красиво получаются такие вот ленты с этой колодой. Да. Все, подписываемся. И плюс еще также в этой колоде есть то, что здесь есть даблбэк. Можно показывать фокусы. Все, на этом мы точно заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, ссылки в описании. И до новых встреч. Подписчику спасибо за колоду. Пока-пока. Ну, а для самых преданных подписчиков я вам сейчас расскажу про очень интересную особенность в этой колоде. Которая заключается в том, что вы сможете проконтролировать любую карту. Дело в том, что лично вот в моей версии, как это мне попалось, вот здесь вот такой небольшой тонкий край. Здесь же он более жирный. И я думаю, вы уже знаете, что я вам хочу показать. Когда вы просто берете, разворачиваете вот так вот одну карту. И, например, у вас будет в одном месте очень большая толстая обводка. И я сейчас смотрю через телефон. Вот я ее спокойно нахожу. Соответственно, вы так сможете контролировать, например, 4 туза. Просто развернули незаметно для зрителя. И все. И у вас будет контроль 4 тузов по рубашке. Если у вас есть такая колода, если у вас точно так же, то это круто. Возможно, так и было задумано. Если нет, тогда, опять же, это очень крутой брак, с которым вы сможете показывать крутые финти-плюшки по поиску любых карт. Все. А теперь точно все.